И снова здравствуйте, дорогие товарищи! Лаборатория «Точка сборки» вновь приветствует зрителей и слушателей. У микрофона Александр Пастухов, режиссер эфира Александр Власик, а на прямой связи с нашей студией государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 год Николай Азаров. Николай Янович, здравствуйте! Добрый день! Мы с вами записываемся в преддверии большого праздника, который для всех людей, рожденных в Советском Союзе, достаточно дорог. Это в преддвериях 9 мая, победы в Великой Отечественной войне. И с вами, как с государственным деятелем, с человеком, который многое понимает, многое знает, хотелось бы поговорить на тему, как мы победили в той Великой Отечественной войне и какие особенности экономики, модели экономики, тогда работали. И что из этого сегодня важно помнить, использовать или вспомнить, может быть, адаптировать под сегодняшнее время, чтобы создать возможность развиваться дальше, жить, побеждать над несгодами, над сложностями в сегодняшний день? Хорошая, большая тема. И поэтому, когда вы ее предложили мне, я так с удовольствием согласился, поскольку над этой темой я размышлял, ну, добрых лет 20, это как минимум. И впервые эта тема ко мне подошла в тот период, когда в Украине бушевал жесточайший экономический финансовый кризис, когда останавливались предприятия, люди были без работы, нищенствовали. И вот именно в тот период я стал думать, читать, спрашивать, потому что были живы еще те люди, которые работали в ту, значит, эпоху, в то страшное время, потому что действительно было страшно с точки зрения Великой Отечественной войны и окружающей страны обстановки. Во всяком случае, вот еще тогда я стал задумываться, когда я уже стал работать и руководить экономикой Украины, направлять ее основные там задачи ставить и так далее, решать их. Вот тем более я стал все больше и больше вникать вот в те моменты. Я хочу сказать, что на эту тему сейчас в последнее время вышло много хороших книг. И поэтому я хотел бы сразу же рекомендовать, в связи с тем, что вот в рамках такой небольшой формата беседы вряд ли мы сможем фундаментально рассмотреть основные даже моменты, которые бы надо было просмотреть. Вот недавно вышла буквально, так сказать, на днях прекрасная книга Евгения Юрьевича Спицына. Называется она «Ложь и правда про советскую экономику». Вот она у меня прям настольная книга, я ее сейчас читаю. Это громаднейший материал документальный. И я читаю с большим удовольствием, потому что именно то, что там говорится, основывается на документах, большой работе, так сказать, над архивными документами и так далее. «Кристаллороста», «Галушка» вышла, книга лет 5, наверное, назад или 6. В ней тоже, правда, без упоминаний имени Сталина, но во всяком случае достаточно подробно разбираются вот все эти моменты, которые позволили сделать, ну, невозможное. Прямо скажу. Отчасти свои размышления я тоже высказал в книге «Украина на перепутье», которая вышла в 16-м году в России. И вот там можно тоже почерпнуть определенные мои размышления на эту тему. Вернемся все-таки к той теме, которую вы задали. Сталинская экономика, ее особенности, почему она именно помогла не только выстоять в Великой Отечественной войне, но и вывести Советский Союз на передовые позиции в мире. Вот надо же говорить так, что Советский Союз находился на самых передовых позициях в мире по множеству направлений. Само по себе название «сталинская экономика», вы знаете, оно как-то обобщающее, потому что вот под этим, как сейчас модно говорить, брендом Сталина работала огромная группа специалистов высочайшего класса, энтузиастов, людей, которых называли сталинскими наркомами, сталинскими конструкторами и так далее. Но вот сейчас, когда размышляешь о том, что каждый из них внес какой громадный вклад, то понимаешь, что вот эту работу организовывал Иосиф Сергеевич Сталин, будучи на своих руководящих постах. И поэтому, вот говоря о сталинской экономике, нужно иметь в виду, что это действительно работала огромная, большая группа специалистов. Команда работала. Теперь возьмем еще такой момент. Вот если размышлять об этой экономике, да, она не сразу сложилась, и не сразу сформировались вот те каркасы, на которых держалась эта экономика. Достаточно сказать, что до 30-го года председатель Совнаркома работал Рыков. Это человек, который сменил Ленина на посту председателя Совета народных комиссаров в 24-м, по-моему, году после смерти Ленина. Формально он был назначен, хотя до этого он уже года два фактически руководил правительством. Это был, вообще говоря, умный, грамотный человек, энтузиаст своего дела. У него были совершенно другие подходы к восстановлению народного хозяйства тогдашнего Советского Союза, к его развитию. Например, он отрицал коллективизацию, не считал, что надо проводить индустриализацию такими темпами, какими предлагал Сталин, и Сталин и его команда. Считал неправильным сворачивание НЭПа, которое было неизбежным в тот период времени. Но, во всяком случае, идеологические расхождения были достаточно серьезные. И вот это нельзя не учитывать, потому что, когда, говорят, вот Сталин с 23-го года управлял страной, да не было на самом деле этого. Потому что, скажем так, что в партии, тогда ведущую ключевую роль, играл Совнарком, замечу, да, ведь Ленин был представителем Совнаркома и лидером, так сказать, страны. Но Рыков не сумел так, значит, на себя перетянуть вот эти полномочия. Но, тем не менее, Совнарком был ключевым органом, значит, который управлял всей советской страной. А партия, так сказать, была, так сказать, органом политического руководства. Ну и в самой этой партии были, как мы с вами помним, правые уклоны, левые уклоны. И, так сказать, чего там только не было. Единства не было. А годы уходили. Вот, начиная, скажем, с 17-го по 27-й прошло 10 лет. Да, НЭП помог восстановить потребительскую часть экономики Советского Союза. Восстановилось денежное обращение, да. Но серьезных подвижек-то не было. Да, начал работать план ГОИРО, кстати сказать. Но, вот, первая пятилетка, которую все-таки удалось пробить команде Сталина, да, началась в 28-м году и закончилась в 32-м году. То есть, вот первый элемент, первый элемент сталинской экономики – плановая система. Вот с нее я хочу и начать наше рассуждение. Она была, плановый госплан был создан еще при Ленине. И Ленин, рассуждая об этой системе управления государством, так сказать, даже написал статью такую о придании законодательных функций госплану. Госплан возглавлял Крыжановский. Это был чрезвычайно опытный, грамотный инженер, который, кстати сказать, был одним из разработчиков плана ГОИРО. И план ГОИРО, так сказать, реализовывался в те годы и достигал определенных успехов. Электрификация, как один из главных элементов последующей индустриализации, был, значит, уже был заложен до первой пятилетки. То есть, первая пятилетка начиналась, имея определенный ресурс с точки зрения электрификации. И вот, подойдя и начиная, так сказать, говорить о основных элементах, то есть, сталинской структуры экономики, я не могу не сказать вот что. Что в начале все-таки всей этой огромной работы я бы на первое место поставил культурную революцию. Именно революцию, именно культурную. Потому что на выполнение даже первых заданий пятилетки, не говоря уже о вторых, там, второй пятилетке, третьей пятилетке, невозможно было бы, если бы не была осуществлена, прямо начиная с моментов взятия власти большевиками, культурной революции, прежде всего, образование огромной массы неграмотных людей. Я не хочу сейчас вступать в перипетии, вот дебатов между Рыковым, Сталином, там, с точки зрения, скажем, скорости индустриализации, ресурсов для индустриализации, это большая, серьезная, отдельная тема. Но скажу только одно, что где-то в 30-е годы Сталин на одном из пленумов ЦК сказал пророческие вещи, пророческие слова. Это, если мы не пробежим за эти 10 лет 100-летние отставания от развитых европейских и западных стран, то нас сомнут. Ну, я, может, не цитирую, так сказать, не совсем точно, но смысл такой. То есть, необходимо было взять такие темпы индустриализации, такие темпы развития технологического страны, чтобы за эти 10 лет выйти на уровень всех окружающих нас высокоразвитых стран Европы. Почему он такую задачу поставил? Потому что он лучше других, того же Рыкова, там и других деятелей крупных, понимал, что война с западным окружением неизбежна. Что война эта обязательно состоится, обязательно будет, и будет эта война на уничтожение. Отсюда такая жесткая фраза, иначе нас сомнут. А война на уничтожение требовала создания такого военного потенциала, который позволил бы выстоять с точки зрения технического обеспечения. Уже было ясно, что ни конницы, ни пехота не будут обеспечивать итоги войны. Уже было ясно, что результаты войны будут обеспечивать технологические возможности и производственные возможности страны, стран. Именно поэтому такие были завожены достаточно жесткие нормы. Второй момент, чрезвычайно важный, после культурной революции, хотя от культурной революции это огромнейший бог вопроса. Это не только, скажем, образовательные моменты, но это еще создание научно-технологической базы своей. То есть все одно за другим цепляется, одно с другим связано. Так вот, какая все-таки главная задача была поставлена, и которая вырвалась в такой емкой фразе. Это вопрос обеспечения безопасности страны. Совершенно не случайно в первую пятилетку были введены в эксплуатацию Челябинский и Магнитогорский металлургический комбинат. Казалось бы, основной театр военных действий на Западе, а комбинаты вводятся на востоке страны. Представляете, какое надо было иметь предвидение? И вот здесь мы подходим к такому важнейшему моменту сталинской экономики, как план, планирование, структура планирования. Кстати, прошу прощения, удивляюсь, насколько Сталин был прозорливый, потому что мне попалась его записка Ленину. Мне интересовалось, кто был куратором плана Гуэрло в самом начале. Оказывается, Сталин предложил 30% времени уделять именно созданию механизма хозяйственной при реализации плана Гуэрло, а на вся текущие задачи остальные две трети времени выделять. То есть он прямо в начале 20-х очень четко выделил этот механизм, который потом позволил выстроить систему планирования с Крышизановским и Струмилиным. Да, вы знаете, с точки зрения Сталина как администратора, как организатора, ну, вот мне тоже, человеку, который работал, был администратором, достаточно долгое время работал администратором, значит, я в какой-то степени, не то, что в какой-то степени, а приглядывался вот к этому стилю, но стиль у него был, конечно, уникальный, это был гениальный организатор. Ну, а на чем базировалась-то вот его, так сказать, гениальная способность? Это прежде всего на его гениальных способностях, которые заложены были в нем природой. Это гениальная память. Ну, я множество читал данных и множество слышал от людей, которые, так сказать, еще были живы в то время, да, которые говорили, что, и рассказывали от просто поразительной памяти, когда тот держал в своем, так сказать, запасе огромное количество данных, совершенно различных. Говорят, Сталин был малообразованный человек, это полная чушь. Можно закончить 10 институтов и быть неграмотным дураком, я извиняюсь, и иметь 10, так сказать, дипломов о высшем образовании. Сталин не заканчивал высших образовательных учебных заведений. Но он, работая над собой, работал над собой постоянно, прочитал огромное количество литературы, и художественной, и технической, и профессиональной, и специальной. И метаурги, разговаривая с ним на тему метаургии, отмечали, что он достаточно хорошо знает тему метаургии. Авиаконструктора, разговаривая с ним, значит, на тему, так сказать, конструкции двигателей, говорили о том, что он вникает и знает суть проблемы двигателя, и так далее. Не буду на этом останавливаться. Я просто скажу, что для работы администратора вот эти вот качества человека, способность его выслушивать, впитывать в себя, анализировать, запоминать, это очень серьезные качества. Он, например, отвлекаясь от основной темы, может быть, на второстепенные вопросы перехожу, хотя это далеко не второстепенные вопросы. От того, кто во главе команды, зависит очень многое. Очень многое. И если, значит, руководитель команды не помнит, скажем, все перипетии развития какого-то, так сказать, процесса, которым он руководит, ну, это, так сказать, будет результат соответствующий. Я уже грешным делом расскажу такое. Когда мне давали иногда поручения руководителя, ну, президента, я имею в виду, я тоже так для себя сепарировал эти поручения. Те, что я считал, так сказать, необходимыми, я и без всяких, так сказать, напоминаний выполнял. Но были поручения, которые я считал ненужным. Выполнять, и я смотрел. А если он вспомнит, там, через неделю, через две, через три, ну, нам начну что-то делать. А не вспомнят, то и не будут. И, ну, не к удивлению, я же знал, с кем работал. Через две недели не вспоминалось, через месяц не вспоминалось, через полгода не вспоминалось, а потом уходила, так сказать, в утиль. И я еще чрезвычайно был этому доволен, потому что всякие, так сказать, ненужные распоряжения выполнять было необязательно. Со Сталином такое не проходило. Он все помнил, все держал в своей памяти, и, так сказать, так бы никто играться с ним не стал, как я, например, делал. Ну, это, к слову сказать. Вернемся все-таки к конструкции, к каркасу той экономики, о которой мы говорим. Ну, ее как только не ругали. Вот я застал то время, 90-е годы, конец 80-х, когда там ее называли административной, мобилизационной. Ну, придумывали всякие там ругатели названия, рассказывали, что там она построена на ГУЛАГах, там на заключенных, там на все это полная чушь, потому что, значит, таких темпов добиться, используя принудительный труд, было невозможно. Подойдем вот к какому моменту. Принято решение, значит, об индустриализации, начато первое пятилеткое, 28-32 год. Ну, закончилось, кстати, эпохальным результатом. Построено полторы тысячи крупных предприятий. Ну, нет, не было таких темпов. Не в истории, там, экономического чуда в Японии, там, Германии, там, Соединенных Штатов Америки, но не было таких чудес. Полторы тысячи предприятий. Меня очень интересовал вопрос, а где же ресурсы-то были для этого? Ну, прежде всего, начнем с трудовых ресурсов. Как известно, Россия была страной крестьянской, и 80% трудовых ресурсов средоточено было населением. Вот откуда взялась идея, значит, коллективизация и переселение огромных масс населения крестьянского города для реализации задач индустриализации. Можно по-разному. И вот если вернуться к той дискуссии, которая протекала в те годы, что тоже, кто только как Сталина не называл тогда, и как не ругал за то, что вот мы, так сказать, там, разоряем деревню, и так далее, и так далее. На самом деле, это была глубоко продуманная, значит, политика, связанная прежде всего с тем, чтобы обеспечить трудовыми ресурсами основные стройки. А их-то были десятки тысяч этих стройок. Десятки тысяч. И коллективизация, и создание коллективных хозяйств на селе должно было стать основным потребителем той техники. Например, к тому времени был построен Харьковский тракторный завод, например. Крупнейшее предприятие, огромнейшее. Я был на нем не раз. Знаю, о чем я говорю. Огромное предприятие, которое поставляло тракторы там десятков наименований и обеспечивало, так сказать, технологическую базу коллективных хозяйств на селе. Замечу, что, кстати, прекрасный роман Шолухова «Поднятая целина» говорит, какая была наша деревня. Причем деревня-то не бедная, не на разоренных каких-то беднянских, бедных землях наших, скажем, северных, или каких-то там не черноземья, да, это же были донские земли, это богатейшие земли были. А как, на чем были они основаны? Да на быках пахали. Это же Шолухов не придумывал, надо заметить. Вот. И производительность труда, там он, так сказать, в этом романе прекрасно рассказывает, что я себе представлял. Достаточно зажиточное казацкое село. Вот. в те годы. Значит, поэтому коллективизация серьезнейшая, большая задача, которая решала много, вообще говоря, многоплановая она была. И с одной стороны, устранить врагов советской власти, которым, несомненно, были кулаки. Несомненно. Это однозначно, если, так сказать, это было, если бы не решили, кто-то говорит, что вот убрали самые высокопроизводительные земли. Ну, как бы нам сам, на тех же самых быках. Кулак, значит, пахал только, значит, по водорям этих быков были бедняки, так сказать, на которых, так сказать, он нанимал на какое-то время и так далее. Ну, где он там был, каким он там двигателем прогресса, как о нем говорили, там, вот, критики Сталина в те годы. Вот. А то, что, значит, вот этот элемент создавал угрозу стабильности, в том числе среди большого населения крестьянского. Это было совершенно очевидно. И так вот задача коллективизации выполнялась, хотя она наложилась, конечно, и на засуху 32-33 года. Привела, так сказать, к такому явлению, как голод, нельзя, и не надо это вскрывать. Но голод, кстати сказать, в России был явлением постоянным, через определенные, через 2-3 года он повторялся, он носил немало жизней. И в царское время никто этим особо не беспокоился, достаточно почитать только, вот скажем, Толстого, его письма, которые он писал в разгар голода, его попытки каким-то образом помочь, и жалобы на безразличие царских чиновников, и так далее. То есть, мне сейчас, вообще говоря, вот я сбиваюсь все время, пытаюсь как-то структурно выстроить. Идем дальше. Вот я возвращаюсь к ресурсам, которые были необходимы для того, чтобы в 28-32 году, например, построить полторы тысячи предприятий. Занимал меня не только вопрос трудовых ресурсов, занимал меня вопрос, а где же финансы, потому что техника, станки, там, оборудование, все же закупалось за границей, потому что ничего, так сказать, Советский Союз тогда самостоятельно еще не покупал. Хотя, прямо-то, надо сказать, что тогда уже была принята линия. Закупаем у немцев, у американцев, где там нужно, там и закупаем. Изучаем и делаем через пять лет свое. Вот такая задача была поставлена, и она решалась. А к тому времени, кстати, вот почему я с культурной революции начал, к тому времени уже были созданы сотни и тысячи учебных заведений, которые готовили полностью весь спектр специальностей, которые необходимы для промышленности, для работы металлургической, индустриальной станкостроения, металлообработки, всех абсолютно отраслей уже готовились инженеры, конструкторские бюро. Ну, брали на подряд целые фирмы, которые готовили, западные фирмы, которые готовили, значит, проекты строительства заводов, размещали их, так сказать, участвовали в создании, в строительстве и так далее. Но на их базе готовились свои ребята, свои конструктора, свои, так сказать, фирмы, которые, свои конторы, которые потом стали крупнейшими проектными, проектно-конструкторскими предприятиями Советского Союза. Так вот, вернусь все-таки к вопросу, а где же ресурсы? Вот, вот взял вот так на вскидку, так сказать, несколько там десяток предприятий, десяток из полутора тысяч крупных, ну, опираясь вот на то, что я знал хорошо, прикинул и получил, что как-то все не сходится. Вот говорят, все зерно вывезли, и там на это зерно, там люди голодали, а, так сказать, на это зерно строились заводы. Чепуха полная. Да, вывезли очень много зерна, и действительно валютные резервы поступали в оплату поставок нам, но это было, может быть, одна десятая. Может быть, это с большими натяжками от того объема, который был необходим для расплаты за эти, так сказать, станки, оборудование и так далее. Да, какую-то скидку надо было сделать к тому, что в 29-м году начался мировой экономический кризис, банкротство, и, так сказать, многие предприятия, фирмы на Западе, так сказать, старались избавиться от своей продукции, и, может быть, давали какие-то большие скидки на свою продукцию. Хотя, замечу, что ведь дипломатических отношений не было еще с многими западными странами в те годы, вот первые пятилетки, да, страна была, так сказать, под санкциями, как сейчас вот принято говорить, то есть, полностью эмбарго было на поставке. Как там выворачивались наши, значит, промышленники, предприятия, наши, так сказать, специалисты в области внешнеторговой деятельности, я не буду рассказывать, но, во всяком случае, известный там ряд, целый ряд историй с министром финансов Соединенных Штатов там и так далее. Не буду повторять, насколько недостоверными трудно судить, но, во всяком случае, значит, имело место, так сказать, и взаимодействие различное. Говорят, там, картины, разграбили там что-то, Эрмитаж там и так далее, и так далее. Да, наверное, какая-то часть картин ушла, но, наверное, не основных, Эрмитаж, на мой взгляд, не потерял своего главного значения, как нашей художественной сокровищницы, ценности нашей. Вот, и тоже вся эта стоимость, так сказать, ну, ни в какое сравнение не идет вот с теми объемами финансирования, которые выделялось на строительство этих предприятий. И вот тогда, я еще тогда не мог сформулировать этого, потом, когда уже читал другие работы, то понял, что вот особенностью финансирования вот этой огромнейшей деятельности была, так называемая, двухконторная система денежного обращения. К тому времени уже действовала стабильная система денежного обращения в стране, ну, система государственных банков, и ее можно было как бы развести на два контура. Это без безналичная система, безналичного обращения, да, когда в замкнутой системе вращались эти деньги, оплачивались, оплачивалось все необходимое для приобретения оборудования, для там межкооперационных поставок, ну, например, скажем, строится предприятие, значит, на него поставляется кирпич, там, цемент, там, ну, все, что нужно. Но кто это производит? Ведь свои предприятия производят, то есть не с Запада мы берем, а с своих предприятий. И вот циркулировало вот это безналичное обращение, оплачивая огромные объемы, значит, ресурсов, которые поступали на это строительство. Существовало наличное кольцо, которое что включало? Ну, зарплату, естественно, валюту в какой-то степени, валютные просчеты, я думаю, даже, может, оно и третьим было, потому что валюта была монополизирована, никаких там оттоков валюты в сталинской экономике не было за рубеж, вот, была система очень жесткого контроля над валютными сделками, ну, была монополия внешней торговли, естественно, жесткая система, никто там, так сказать, на этом не наживался, цены там не завышал, не занижал, и вот это вот, может быть, даже тройная система вот такого денежного обращения, по сути дела, да, позволяла финансировать вот огромные вот эти вот объемы строительства. Ну, то, что было невозможно вписать в эту, так сказать, систему, я сказал, вот, например, приобретение за валюту станков, оборудование, там, оплата, посолок классных специалистов, и вот так далее. Это вот особые ресурсы, и вот на эту, на эту часть, конечно, хватало, конечно, хватало валюты, конечно, хватало там в виде кредитов, там, или, так сказать, на имеющихся наличными ресурсах. Вот эта система, она корректировалась, и в конечном итоге, скажем, к сороковым годам уже, выработалась, ну, в абсолютную, скажем, схему, которая, так сказать, исключала, не только за употребление различное, но и исключала, вот, общепринятые наши сегодня, все эти нормы, когда мы там, чтобы напечатать, там, каких-то своих, свою, так сказать, денежную единицу, должны к чему-то привязать, там, продумать все, там, и так далее. Вот, ничего там этого не было, потому что она позволяла, еще раз, внутри страны, циркулировать огромный объем безналичных денег, никуда из этого кольца не врываться, и, естественно, не создавать те проблемы, которые были бы созданы, если бы мы вот в наше сегодняшнее время попытались бы вот эти огромные массы денег напечатать, выбросить, так сказать, систему, где у нас все пересекается, из безналичных переходит в наличные. Кстати, замечу, что эта жесткая система двухконтурного, двух- или трехконтурного денежного обращения была нарушена во времена Горбачева, когда правительство приняло решение, так сказать, разрешить нашим созданным предприятиям кооперативным, это тоже одна из бредовых идей Горбачева, когда были созданы посреднические предприятия, которые сами ничего абсолютно не производили. Единственное, чем они занимались, это анализировать коррупционные, вернее, имея коррупционные связи между, так сказать, руководством каких-то государственных предприятий, якобы покупали у него какую-то продукцию, поставляли его куда-то там, либо в торговые сети, либо в каком-то другом предприятии, если речь о комплектующих. На самом деле, как действовала система, скажем, госплана и госнаба, так она и продолжала действовать, и вагоны везли эту продукцию с одного предприятия на другую, никуда они там не заезжали, естественно, ни в какие-то посреднические конторы тоже не заезжали, а посреднические конторы исключительно работали только на прогоне бумаг, то есть бумажные были поставки, бумажные были получения денег, однако, когда им разрешили вот эти безналичные расчеты обналичивать, то вот и стали у нас возникать миллионеры на пустом месте, миллиардеры, которые потом очень хорошо поучаствовали во всяких приватизациях и так далее. А к чему это привело? Это привело к дефицитам, потому что покупалась высокодефицитная продукция, загонялась она неизвестно куда-то, в том числе из-за рубеж, продавалась по каким-то завышенным ценам, то есть вот та ситуация, которая создалась в Советском Союзе в конце его, она искусно придумана, и она разломала вот это денежное обращение, с чем Павлов пришел, премьер, который сменил Рыжкова, вот, пришлось им этим заниматься, так называемая, если кто-то помнит Павловская реформа, она по сути дела просто подписала, так сказать, приговор, действовавшая до этого вот в системе отработанной в сталинской экономике. Что еще я хотел бы сказать, значит, вот эта система великолепно сработала в годы Великой Отечественной войны, потому что вот представьте объем и масштаб затрат, которые были связаны с тем, что надо было пять тысяч предприятий перевести, эвакуировать, значит, разместить, кстати, на подготовленных площадках в основном, кто-то там рассказывает, вот, в поле вывезли, станки поставили, провод притянули, начали станки работать, полная чушь, потому что мобилизационным планом было предусмотрено, куда каждое предприятие вывозить, на чем размещать, где людей поселить, откуда электроэнергию брать, откуда подключать канализацию, воду и так далее, и так далее, это могут говорить только люди, которые абсолютно незнакомы, скажем, с элементарными вещами организации производства, никто никакие поля снежные, так сказать, не выбрасывал, станки, это Горбачев, когда, так сказать, наши войска выводил из Германии, вот тогда в чистое поле действительно, выводили и полки, и дивизии целые, и размещали, так сказать, люди жили в палатках, а техник стоял под открытым небом, я это сам лично видел, вот такой глупости, конечно, в годы войны не было, и поэтому, вот эта система эвакуации, еще раз подчеркиваю, вот предвидение, которое, вот государственное руководство тогдашнее предполагало, что вот война может сложиться таким неблагоприятным образом, что потеряем мы свою промышленную базу, например, в Донбассе, и так далее, да, на юго-западе страны, и вот куда эвакуировать, а вот не в чистое поле, а вот, так сказать, заранее просчитали все эти площадки, где-то даже построили фундаменты, подвели электроэнергию, подвели воду, все необходимое подвели, так что, вот эти вот затраты, если вдуматься, да, ну их просто невозможно было ни в каком бюджете взять, вот был министром нарком, финансовым зверем, я читал его мемуары, и нигде у него не было таких проблем, вот которые сейчас могли возникнуть, а как проплатить то, а как проплатить это, да где взять деньги, а какая инфляция будет, когда стоит вопрос о жизни и смерти, да, никто никакой инфляции не думает, это, ну, так сказать, естественно, кому положено, тот думает, вот, а в основном-то, в общем-то, эта тема не является ни главной, ни первостепенной, она решается, так сказать, в текучке будней, что еще я хотел бы сказать, и так вот, посмотрим на этот каркас сталинской экономики, который, ну, сталинский еще раз, это условное название, вот, скажем, в 30-м году наконец Рыков ушел, так, в декабре, по-моему, там, значит, он, его освободили от обязанности представителя наркома, а пятилетка-то первая уже длилась, три года, 28-й, 29-й, 30-й, нарком, председателем Совета Народных Комиссаров стал Молотов, Молотов был соратником Сталина, надо заметить, что он с ним провел труднейшие, в таком качестве, как председатель Совнаркома, труднейшие 20 лет, с 30-го там по 53-й, вот, и это был исполнитель, причем очень грамотный, очень четкий исполнитель, вот, тех решений, которые, скорее всего, принимались коллективно, почему коллективно, да, потому что Сталин работал все-таки постоянно, советуясь с теми людьми, с которыми он считал нужным, так сказать, прислушаться к их мнению, проанализировать и принять свое решение, решение, да, принимал он, но каждое решение, ну, многочисленные свидетельства говорят о том, что постоянно был определенный круг людей, с которыми шли консультации, эти люди были не только высококвалифицированы, но еще и людьми ответственными, то есть, я дал совет, но я помню, что цену этого совета, цену этого совета, вот, ну, вот, во всяком случае, Молотов, это был, значит, исполнитель, очень четкий, очень, так сказать, понимающий, и вот, благодаря такому тандему, не только тандему, тут, еще раз говорю, команда, потому что, называя такие фамилии, например, как Куйбышев, который, кстати, работал и председателем Госплана, и, так сказать, участвовал в работе правительства, ну, можно многих называть членов этой команды, да, и просто поражаюсь, вот, мне, к большому сожалению, в своей команде не удалось собрать вот таких людей, с которыми можно было бы там горы воротить, так, условно скажем, были сворочены горы, теперь, вот отвечу на такой вопрос, который иногда задается, вот, мобилизационная экономика, она, так сказать, мешает частной инициативе, там, и так далее, она все концентрирует, все, так сказать, все подневольные, все это полная чушь, во-первых, кстати сказать, индустриализация и последующие процессы не повлияли на то, что в стране сохранялась, в общем-то, и определенная другая собственность, на средства производства, чем, скажем, общенародная собственность на средства производства, ну, я имею в виду, прежде всего, это артели, артели, которые, кстати, производили огромный объем, например, продовольственной продукции, ну, цифра там, это не один процент, это не два, это где-то процентов 50-60, вот эти артели производили продукции на, так сказать, рынок, это раз, и ликвидированы они были, или, по крайней мере, так сказать, значительный урон по ним был нанесен Хрущевым, который в 50-е годы, по-моему, значит, своим решением практически ликвидировал, я помню, например, в городе Калу, еще мальчишкой был, у нас на реке Ака, она была полноводная река, и, значит, там работали две рыболовецкие артели, две, то есть, очень приличное количество рыбы вылавливали, сетями, естественно, никто там на удочку ничего не ловил, сетями, и, в общем-то, обеспечивали значительное количество населения свежей рыбой, ну, это вот такой пример, хотя таких примеров можно приводить немало, но вторая форма, это, конечно, коллективное хозяйство, колхозы, потому что собственность была там, принадлежала колхозникам, и на средства производства, кстати сказать, и на землю, у них, по-моему, была вечная аренда, но, во всяком случае, она была их земля, то есть, вот эти моменты, когда говорят, вот мобилизационная экономика всех, мол, так сказать, лишил всего, и, так сказать, заставлял по струнке ходить, этого не было, еще один очень важный момент, она мобилизационная заключалась в том, что, скажем, решения, которые необходимы, особенно в таких чрезвычайных слоях, как война, они проводились, и исполнялись быстро, качественно и четко, и даже, вот, понять сложность, как они исполнялись, там, в какие-то, ну, сроки, неимоверно короткие, трудно, если не знать, что за всем этим стояло первое правительство, так сказать, совнаркома, в совнаркоме конкретный нарком, или конкретный, значит, заместитель наркома, да, или какой-то заместитель председателя совнаркома, теперь, это был госплан, который, в котором тоже было соответствующее управление, отдел, который знал, каким образом, и кто поставляет, что, для того, чтобы организовать какое-то производство, наконец, была система госнаба, вот, то, что у нас сейчас, наверное, сотни тысяч посрединственных фирм, огромное количество народу, которое занимается только тем, что, значит, осуществляет покупки у одного, якобы покупки, поставки другому, кому-то, да, и, то есть, связывает, так сказать, предприятия друг с другом, имеет свой навар, не производя вообще-то физического товара никакого, своего. Вот была система госплана, не такая была, конечно, объемная, как вот эта система посрединственных фирм, но она, исполняя решение госплана, обеспечивала поставки всего того, что необходимо было для производства чего-то, ну вот я могу такой пример в годы войны привести, когда встал вопрос о изготовлении противотанковых ружей, потому что дефицит был противотанковых орудий, вот, ну вот подали, на заседании государственного комитета обороны обсуждался вопрос о производстве противотанковых ружей, значит, естественно, были призваны все те, кто мог обеспечить это производство, включая руководителей предприятий, и заседание это происходило, если мне память не изменяет, где-то 18-20 августа, а к 1 октября уже пошли поставки в войска противотанковых ружей, это сколько прошло, месяц, 40 дней, вот можете представить это, практически с нуля организовать производство и поставки, как работала та система, скажите, сейчас вот система, напиши бумагу, пошла бумага, собери совещание, разбери, тебе скажут, у меня там нет такой стали, кто-то скажет, у меня там каких-то пружин не хватает, четвертый скажет, у меня там целья какого-нибудь не хватает, а где его взять не знаю, никто там таких вопросов не задавал, потому что все все знали, знал Госплан, знал Госплан, вернее Госнаб, где, что, откуда взять, куда поставить и так далее, и так далее. У него сминается воспоминание одного из директора Харьковского завода, который в процессе эвакуации перевозил куда-то в Сибирь два громадных пресса, ну, понятно ли, пресса нужны в военном производстве, не надо объяснять. И вот в суматохе эвакуации, бомбежках и так далее, и так далее, был потерян один состав вот с этим прессом, то есть не пришел, один пресс пришел, второй не пришел, ему делать нечего, он, значит, звонит директор завода вот этого, да, звонит кому? Берии, и говорит, Валентий Павлович, вот такое вот дело, пропал состав, не можем его найти, вот, ну, тот, конечно, его, естественно, отругал, повесил трубку, и через сутки этот состав прибыл в местное назначение, вот как работала эта мобилизационная система, скажите, если бы она работала по-другому, выиграли бы мы Великую Отечественную войну? Конечно, не выиграли, сто процентов вы проиграли, так что вот особенности, о которых я попытался рассказать, теперь еще один такой вопрос, значит, скажем, экономика, да, вот Сталинская, она не Сталинская, я попытался рассказать структуру ее основную, да, вот, ну, не знаю, насколько это ясно, мне, например, абсолютно ясно, вот она просматривается совершенно четко, как работающий механизм, где все крутится, все работает, все, так сказать, за все отвечают, и причем, да, еще ответственность же элементарная, вот, система не будет работать, если не будет ответственности, да, конечно, были стимулы, да, конечно, там, значит, и вознаграждались и в денежном плане, и, так сказать, и в плане, так сказать, награждения там, так сказать, все это было, но вместе с тем была страшная ответственность за неисполнение, за некачественное исполнение, не говоря уже там о прямом каком-то халатности там или так далее, Но я хочу сказать еще один момент Который надо бы учитывать И который может быть Экономистами трудно учтено Это например Стахановское движение Или энтузиазм Я еще застал Скажем за Стахановцев Да и самого Стаханова И Беседуя с ними Я думал о том Об экономической Что вот этот энтузиазм Как его перевести В деньги, в расчеты и так далее В учет А как ты его переведешь Если тот норму Стаханов превысил Например По углю Не знаю во сколько Раз в 20 наверное 20 раз Или в 10 раз Не важно Не на 5%, не на 3%, не на 7% А где-то в разы Как ты это учтешь Это же не единица была Как ты в экономическом плане Учтешь Мы Днепрогресс Например Это огромнейшая станция Тогда крупнейшая В мире и в Европе В 32 году уже запустили 2 или 3 полного агрегата Уже начали работать Причем что интересно Первые агрегаты были Импортные А уже вторая часть агрегата Уже сами научились строить Это же вообще Творение Инженерного гения На тот период времени Так что Вот эта вот экономика Она вот если сейчас сравнивать Темпы роста То что там Какие огромные задачи Удавалось решать С чем можно сравнить Ну единственная страна С которой можно сравнить Это Китай конечно Китай тоже показывает За последние 40 лет Огромные темпы роста Совершенно не случайно Ну за вот такой Сравнительно короткий Исторический период Стал Видите еще раз Интересно Что знаю Кем он был Знаю в каком состоянии Была экономика Там например В 78 году Да Вот Можно себе только удивляться Каким образом Значит Китайская экономика Сейчас стала Крупнейшей в мире С точки зрения Материального производства У него штаты обогнали Давным-давно Там по ВВП Учитывая что Американцев ВВП Где-то процентов На 30 На 40 Дутой Номинали еще Отстают По паритету Покупательной способности Давным-давно Обогнали Американцев Да Вот Но вот Учитывая вот эти Темпы Наверное Только Значит Китай Может быть Так сказать Поставлен Как-то Вот Наравне Хотя Надо прямо Заметить Что у Китая Не было Таких вот Периодов Которые были У Советского Союза Это разорительная Разрушительная Война 41-45 Года Это то В каком состоянии Находился сам Советский Союз Имея ввиду Первая мировая Война Это гражданская Война Учитывая то Что Советский Союз Находился В абсолютно Враждебном Окружении В абсолютно Враждебном И против него Работали Совокупно Не только Гитлеровская Германия Но и большинство Стран Потом Союзников Так называемых Может быть И конечно Не было Значит У нас вот таких Сорока лет Вот я имею ввиду Когда реализовывались Вот эти структурные Элементы Старинской экономики Какие были сейчас У Китая Которые с твердой Последовательностью Ничего не ломают И действуют И вот сколько уже Прогнозов было На моих Так сказать Вот Воспоминаниях И там перегрев И там Так сказать Недогрев И там что-то такое И вот там у них Проблемы А все они идут Благодаря вот этой системе Которую они По существу Модернизировали Но используют Идут Спокойно Перешагивая Через все эти Проблемы Которых у них Немало На самом деле Да и не могло быть Мало Это же крупнейшая Экономика И крупнейшая Страна Попробуй Полтора миллиарда Людей Значит Организуй Так сказать Направь И так далее Поэтому Проблемы Здесь как раз Возникает Такой вопрос Как так Получилось В сталинскую Эпоху Что Темпы роста Были Ну Значительно Больше Чем Показал Китай Хотя Не было И это Вычислительной техники Не было Организационной техники Так много Как вообще Вот в ту эпоху Обеспечивалось Доверие К людям Что они быстро Принимали решения При этом Сохранялся контроль И учет Ответственность Вот За счет чего За счет какой-то Особой культуры Может быть Или за счет Все-таки того Как работали контуры Или как работал Госплан Который позволял Делать сходимость Различных процессов И вовремя Все было обеспечено Как вы думаете Почему Ну Вы знаете Что Вот когда Я не зря назвал В начале Несколько книг Которые Рекомендовал бы Посмотреть Вот как Начала разрушаться Вот эта структура Сталинской экономики И сразу пошли Результаты Так сказать На минус Да Сразу же пошли Я не буду Вот так сказать Сейчас уже осталось У нас с вами Не так много времени Не случайно Я и упомянул Об особенностях Уководителя команды Да Обладающий Уникальной памятью Уникальными Так сказать Административными Организационными Способностями У которого Так сказать 24 на 7 Как сейчас любят говорить Был рабочий день 24 на 7 Жесткая требовательность Это все эти факторы Вот Тут есть Скажем Объективные факторы О которых я сказал Да Это плановая система Например Да Это вот Система денежного обращения Хорошо продуманная Да Это система контроля Исполнения Вот Ну и так далее Да Я не упомянул Еще вот же о чем Важнейший момент Потому что Вот эта система Строилась на сочетании Территориальной системы Управления Да И отраслевой системы Управления Наркоматы Руководили Отраслями Которые они Хорошо знали Там какая-нибудь Там например Станкоинструментальная Станкостроительная Там Отрасль Да Вот они Хорошо ее знали А территориальная система Скажем Это вот система Партийных Обкомов Горкомов И так далее Которая руководила На территории А связкой Между ними Были Была система Госплана Который занимался Например Для меня Самая главная Его задача была Это оптимальное Размещение Размещение Территориальных Производительных сил Оптимальное Подчеркиваю Ведь не случайно Я же не могу Говорил об этом В Магнитогорске Например И в Челябинске Появились Металлургические Кабинеты Кому в голову Пришла такая мысль Это же бы результат Был Просчетов Просчетов всего Как сейчас модно Говорить И логистики И откуда сырье Брать А где рабочая сила А куда дальше Пойдет продукция И так далее И так далее Все это просчитывалось К сожалению Это даже не было Цифровых там Всяких систем Компьютеров И так далее Так если сейчас Вот эту систему Поставить на цифровую Основу Это будет огромнейший Скажем Выигрыш Огромнейший Так сказать Даст прогресс С точки зрения Развития экономики Или мы надеемся На какие-то стихийные силы Которые сами подумают Где мне выгодно Ставить производство Чего Таких-то метизов Либо там Либо сям А потом возникает вопрос А где электроэнергия А где рабочие ресурсы А где там железная дорога А куда поставлять Эту продукцию И так далее А как рассчитываться И так как Точнет тысяча вопросов Вот это все кто-то же Не кто-то А господин конкретно Увязывал То есть вот смотрите Какая продуманная Она не сразу выработалась Она выработалась И стал вот уже Когда я стал Более-менее разбираться В чем-то Да Я увидел Как она Даже после всяких Реформ Хрущевских Да и Других реформ Покорежена была И так далее И тем не менее Как она четко работала Как она абсолютно Четко работала С минимальными затратами Сейчас говорят Себестоимость Производительность Труда Все это Составляющие Элементы Той системы Которая Называется Государственным Планированием Стратегическим Поэтому сейчас Мне представляется Абсолютно Оптимальным Это на стратегических Направлениях Восстановить Систему Государственного Планирования А потребление Оставить На Значит Вот Так как оно Сложилось По сути дела Так оно и было Только было Ну вот в те годы На таком Ну я бы сказал На достаточно Примитивном уровне Вот если говорить Об тех же самых Артелек Там Или о частном Производстве До какого-то 59-го года У нас же Даже в городах Стадо ходили И Даже города Себя там На значительной части Обеспечили Молоковым Там яйцем Свининой И так далее То есть это даже В городах Выращивалось Потом Хрущеву Это не понравилось Да ну и мне не нравилось Я жил в городе Областном И каждое утро Значит По центральной улице Где я жил Шло стадо коров Там на пойму Кормиться Да А за ней Шли поливалки Которые смывали Значит все это дело Вот И мне не нравилось И так далее Но все же было Все зависело От того Насколько Развиты Вот производственные силы И надо ли это Вот в каком-то Историческом моменте Или не надо Например Вот он взял Отменил Потом в 61-м году Значит Получили дефицит Белого хлеба Например Ну я условно говорю Но возник дефицит И мяса И яиц И так далее И так далее Все это Вот все И вот Не зря же Там его управление Называлось Волонтаризмом Вот Или там были Ликвидированы Например Отраслевые министерства Были созданы Горосовнорхозы Это огромнейшие территории Которые сами по себе Должны были Управляться Сами Значит Должны были решать Все свои вопросы В рамках Это огромных территорий Ну Или там Делили обкомы На сельскохозяйственные И так сказать Промышленные обкомы Ну ГУК Снесу свет Была же она Скажем Вот В городе Калуге Существовала вывеска Значит Промышленный Областной комитет партии И сельскохозяйственный Областной комитет партии Ну Куда Вот еще Гупей Так сказать Дойти До такой Гупости Ну Дошли же Так То есть Вот Как начали Ломать систему Ту которая Работала Которая Давала Результаты Так вот Стали приходить Таким Так сказать Несосветным Глупостям Ну Что Александр Время у нас Похоже Подходит К концу И мы Наверное Эту тему Я так думаю Полностью И полностью Не осветили Мы Затронули Основные Направления Основные Моменты И мне кажется Все таки Удалось Показать Что Вот эти Успехи И победа Они были Не случайны Это Результат Большой Напряженной Работы И Гениального Подхода К управлению Страной Ну Я согласен Согласен С вами Никаких Случайностей Вот в том Что Мы С вами Имели И С чем С тем Что мы Вышли Например В 57 Году Был запущен Первый Спутник Искусственной Земли Который Открыл Новую Абсолютную Эпоху Развития Человечества Никакие Сейчас То что Мы Имеем Даже Близко Б не было Возможно Если бы не было Такой Прорыва В космос В 61 Году Первого Человека В 56 Году Первая Атомная Электростанция Ну и так далее Первый Атомный Рядокол Это говорит О том Колоссальном Внимании Которое Уделялось Науке Вот она Была Составляющая Часть Вот этой Структуры Да Очень Органичная Составляющая Часть Она Вот Вписывалась Так Что Все эти Госпланы Там Все Решения Пленов Они Принимались С учетом Абсолютно Такого Ясного Научного Обоснования Сейчас Например Иногда Думаю Это Надо Задуматься Скоро Наступит Дата Такая Интересная 80 Лет Со дня Создания Кафедры Геофизики Московского Государственного Университета 80 Лет То есть Решение О ее Создании Было Принято Там Значит В мае Месяце 1944 Года Кем Вы Думали Это Решение Было Принято Государственным Комитетом Обороны Подписал Это Решение Сталин Тогда Что Сталину Пришла В голову Мысль Создать Кафедру Геофизики В Московском Университете Конечно Нет Но Чем Почему Она Была Создана Потому Что Стандартные Геологические Приемы Поиска Радиоактивных Минералов В данном Случа Уран Искали Для Создания Атомной Бомбы Невозможно Без Применения Современных Металов А их Надо Разработать И Вот Тогда Появилась Эта Идея Она Прошла Все Обсуждение Необходимое Попала На Государственный Комитет Обороны И Руководитель Государственного Комитета Обороны Рассмотрев Этот Вопрос Принял Решение Создать Эту Кафедру Вот Вам Так сказать Симбиоз Науки Да И вот Как Встроена Была Эта Наука В Решение Тех Задач Которые Представлялись На Кой Уровень Выходило Так сказать Это Решение Я Поражаюсь Если Честно Вот Когда Вдумываюсь У меня В процессе Моего Такого Психологического Развития Были Разные Периоды В студенческие Годы Начитавшись Солженицыных Там Еще Множ Всякой Макулатуры Я Как-то Относился Негативно Скажем К этому Периоду Вот Ну И вот Так Прошло У меня А вот Когда Стал Работать На Производстве И стал Стал Сталкиваться Вот С теми Людьми Которые Работали В той Системе И Поняв Как Работает Эта Система Да Какая Была Высочайшая Ответственность У людей Значит Работала И потом Сталкиваюсь С деформацией Которая Пошла После 90-х Годов Увидел Совсем Других Чиновников Совсем Другую Структуру Организации Я Понял Преимущество И стал Постепенно Вникать И разбираться И произошла Переоценка Ценностей Вот Да Я вижу Конечно Были Жестокое Время Было Были Репрессии Были Было Всякое Вот Не знаю Насколько Они были Именно Вот В этой Мере Обоснованы Это Мне Трудно Судить Хотя Окружение Это У нас Было Тоже Не Мягко Скажем Демократическое Диктатор Там Значит Антонеско В Румынии Гитлер Тоже Не Демократ Ну И так Далее По Периферии Советского Союза Япония Тоже Там Режимы Были Страна Была Окружена Действительно Реально Врагами Реально Врагами Да И внутри Врагов Хватало Что Заканчивалось Закончилась Гражданская Война Там Тоже Далеко Не все Были Сторонниками Как Показал Опыт И далеко Не только Сторонниками Врагами Были Николай Последний Вопрос Хочется На сегодня В этом Эфире Задать Как Вы Считаете Вот Тот Опыт Который Был Если Его Принести На Современную Гуманитарную Вставляющую Где Можно Реализовать Это Скажем Так Более Демократической Среде Но Именно Те Организационные Подходы Которые Были Тогда Вот Это Возможно Сделать Такой Симбиоз Тех Методов И Подходов Которые Позволили Выиграть Великую Отечественную Войну И Переложив Их На Современную Жизнь Так Чтобы Получить Схожие Эффекты И Большие Результаты Ну Я думаю Надо Анализировать Как себя Хорошо Не проявило В прошлом Нельзя Брать И 100% Реализовывать В сегодняшней Обстановке Сегодняшняя Обстановка Она Далеко не Так Которая Была В те Годы Поэтому Всегда Любую Конструкцию Нужно Доводить До Сегодняшнего Исполнения Вот Вы упомянули Слово Демократический Да Ну По идее Да Демократию Я всегда Признавал И Участвовал В демократическом Принятии Решения До одного Момента Вот Разобрались Приняли Решение Приняли А теперь Наступает Никакой Демократии Не должно Быть А теперь Наступает Этап Исполнения Не можешь Исполнять Заявление На стол Катись На все Четыре Стороны Исполняешь Ты должен Исполнить Тот Срок Который Поставлен И Никакой Другой Срок Не должен Быть Поставлен И Никакие Объяснения От тебя Не должны Приниматься Сейчас Демогогия Демократия Я с этим Сталкивался Много Раз Потому что Чтобы не Сделать Можно Всегда Найти Тысячу Причин Но Ты же На то И Поставлен Чтобы Организовать И все Причины Разобрать И Исправить Их Принять Какие-то Решения Для Этого Ты Поставлен Ты Участвовал В принятии Решения Согласился С этим Срок Значит Должен Исполнять Поэтому К слову Демократии Отношусь На принятие Решения Да Но Как только Решение Принято Никакой Там Демократии В помине Не должно Быть Спасибо Николай Янович За сегодня Такой Интересный Разговор В преддверии Дня Победы Очень здорово Что мы Вспомнили Как это Было За счет Чего Получилось И Развели Множество Мифов Вокруг Сталинской Экономики На прямой Связи С нами Был Николай Янович Азаров Государственный Деятель Украины Премьер Министр 2010-2014 Годов Спасибо Николай Янович Всего вам доброго И с наступающим Праздником Или с наступившим Когда вы там Выпустите Вас тоже С праздником С Днем Великой Победы Добро пожаловать В мир Прогрессивных Решений И надежных Партнеров Аврора Представляет Компанию Окнотика Меняющую Правила В мире Оконного Сервиса И следующую Тем же Ценностям Что и Коллектив Нашего Информационного Агентства Окнотика Это новое Слово Востекление Объектов Любой Сложности Прямая Связь С руководителем Честность Надежность И открытость Команды Которого Меняют Индустрию Установки Окон Предлагает Двойной Срок Службы Конструкции По цене Прошлого Года Пригласите Для расчета Стоимости Специалистов Трех Компаний И вы поймете Почему Окна Окнотика Доступнее Чем кажется А гарантия 10 лет Не единственное Преимущество Соблюдения Нами Всех Строительных Норм И правил Окнотика Надежно Доступно В срок Ссылка В описании